Когда мне было около 9-10 лет, мы с мамой, отчимом и сестрой по инициативе мамы пришли в Печерскую Лавру. Место, являющееся одной из главных святынь мирового православия, наряду с Афоном и Константинополем. В тот прохладный день там находился некий отец Пафнутий, некто очень загадочный и сильный, кто слыл диссидентом даже в православной церкви. Отец Пафнутий, прошу не путать с нынешним архимандритом Пафнутием в Лавре, приехал откуда-то из России, и он занимался экзорцизмом, или, как говорят в православии, вычиткой или отчиткой. По-простому изгонял демонов, бесов, злых духов из людей. Делал он это, несмотря на не самую теплую погоду на улице. И перед ним стояло, представьте себе, около 200-300 человек. Они стояли очень плотно, и все стремились попасть на глаза к отцу Пафнутию, как можно быстрее. Ты можешь слышать об экзорцизме, читать, смотреть об этом в кино, можешь верить или нет. Но все совсем иначе, когда ты видишь все происходящее своими глазами и слышишь. Слышишь, как пожилые женщины и даже бабушки говорят странными, хрипящими, сдавленными и рычащими, почти мужскими голосами. Лают, ругаются матом, проклинают, кричат. Ты видишь их искореженные лица и то, как их тела извиваются в жутких конвульсиях. Никто не бежит от этого. Каждый в той толпе с благоговением ждал своей очереди, кроме меня. Мне еще совсем ребенку было очень страшно, очень. Я могу смело сказать, что данное происшествие в тот день, когда я все это наблюдал и слышал, стал одним из самых стрессовых и негативных опытов, пережитых мною в жизни. Тогда, в детстве для меня, как для ребенка, это была травма и шок. Спасибо большое, мама, за тот чудесный день. Действительно, а почему бы интеллигентного, спокойного, вежливого мальчика 9-10 лет не познакомить вдруг с экзорцизмом? Дорогая, что мы будем сегодня делать? Хм, дорогой, сегодня мы покажем Пете изгнание из человеческого тела бесов. Спасибо, мама, за здоровую психику. Тебя благодарю я и все мои субличности. Я очень много лет, практически 3 десятилетия прожил с убеждением, что одержимость злыми силами существует. Нет-нет, это не значит, что я лишился этого убеждения. Однако, после того, как меня попросили снять на эту тему ролик, более внимательно изучив ее, с годами начав неплохо разбираться в психиатрии и биохимии мозга, я пришел к шокирующим выводам, которые совсем не ожидал. О да, в экзорцизме есть невероятные тайны, секреты и истины. Сегодня мы о них узнаем. Дорогой друг, если ты смотришь это видео, ты и есть настоящее сопротивление невежеству и глупости, которые нам пытаются навязать. Ты на канале Нулевой Пациент. С тебя лайк, подписка, комментарий. Заранее благодарю. Ну что ж, мы начинаем ритуал. Дорогой друг, прежде чем мы начнем, совсем короткая, но такая важная информация. Как я и говорил в предыдущем ролике, моя книга, мой дебютный бестселлер, был переведен с русского и теперь доступен на английском языке на Амазоне, как в электронной версии, так и в мягкой обложке. Цена электронной версии всего 99 центов. Поставь это видео сейчас на паузу, жми ссылку на Амазон под видео и купи ее. Я на этом не зарабатываю, однако расту в рейтинге Амазона и сейчас это критически важно и для меня и для нашего канала. Прям очень-очень. Прошу тебя это сделать. Взамен после того, как ты это сделаешь и пришлешь мне вот такой скриншот, свидетельствующий о сделанной покупке мне в личные сообщения в соцсети, ссылки на которые тоже будут под видео, ты получишь огромные скидки на мои книги или бесплатную доставку, или бесплатную русскую версию любой из моих трех книг. Мне очень нужна твоя поддержка сейчас. Жми ссылку на Амазон прямо-прямо сейчас. Процедура регистрации очень простая. Заранее благодарю. Экзорцизм в переводе с древнегреческого связание клятвой. Признаюсь вам честно, мне совсем не хочется копаться в истории и рассказывать о происхождении этого понятия или же о самых интересных и неопровержимых случаях экзорцизма, так как об этом рассказали уже все и все, что только можно было. Однако, короткой даже поверхностной справки не избежать. Понятие изгнания некого злого духа из человека очень древнее, дохристианское. В иудаизме есть традиции изгнания дебука из человека, дебук – душа нечестивца или преступника, которая не может покинуть землю. Уверен, что избавление от демонов было и у более древних цивилизаций. Для христианства экзорцизм, изгнания бесов – очень важный элемент религии. Ведь это одно из чудес, которое совершил Христос. Он изгнал бесов и задержимого. Те настолько не хотели обратно в ад, что Христос пощадил их, отправив в свиней. Имя нам Легион, сказали они Христу. В исламе, как и во всех авраамических религиях, конечно же, есть тоже свой экзорцизм. У них это изгнание джинов из человека. Удивительно, однако, то, что можно подогнать под понятие экзорцизм, прочитав некоторые форумы и книги, можно найти даже в буддизме и индуизме. Уникальным, по моему мнению, во всем вышесказанном является тот факт, что несмотря на тысячелетия, которые проходят, изгнание неких духов по-прежнему остается в жизни определенных групп людей. Они верят в это. В интернете полно жутких видео, набирающих по несколько миллионов просмотров, где запечатлены одержимые. Я сам в детстве видел ритуал своими глазами. Феномен существует. К чему сомнения? Несколько самых мощных религий, как и миллиарды людей, уверены, что проникновение в человека злого духа возможно, как и изгнание его опытным священнослужителям. К чему пытаться опровергнуть и найти блох там, где вроде все понятно? Не могут же все врать, а мои собственные глаза меня обманывать. Однако в воздухе где-то на высоте нескольких метров, над головами всех бесноватых, стоящих перед отцом по фнутиям, замирает вопрос, поставленный подрастающим юным гением. Если бесы столь сильны, если они могут взять под контроль человеческое тело, если могут помимо воли страдающего начать говорить жуткими голосами и вырываться из рук тех, кто их сдерживает, то почему все эти люди сами пришли в Печерскую Лавру? Как и почему оказались там все добровольно? Безусловно, есть особые случаи, когда приводят детей наркоманов силой родителей или такой случай, как с бедняжкой Эмили Роуз. О нем мы поговорим, конечно же, позже. Почему бы бесам, демонам, дьяволу не остановить всех этих людей своей огромной силой? Это ли не очевидно? Но все приходят по собственной воле. Видимо, не так уж эти демоны и сильны. А еще и это важно. Почему светлые силы не вселяются в человека? И в церкви сатаны не проводится изгнание ангелов из тела? Интересно, как бы это выглядело? Нет, негодяй, я не покину этого человека во имя света. Я буду сражаться за него и помогать. Хм, в этом что-то есть, было бы неплохо. Однако такого нет. И это очень интересно. Ведь в дуальном мире так должно происходить. Это ведь очевидно. Маленькое в большом, большое в маленьком, что вверху, то и внизу. Зло сражается за людей, пытаясь навредить человеку. Всеми силами. А вот добро за человека, видимо, совсем не сражается. Гордое, что ли? Я знаю, я задаю невероятно некорректные, страшные и сложные вопросы. А ведь мы только начали. В несчастную девушку Анну Лизу Михель, история которой была рассказана в фильме «Шесть демонов Эмили Роуз», вселились якобы несколько демонов, среди которых были, внимание, это очень важно, Люцифер, Каин, Нерон, Иуда и Адольф Гитлер. Да-да, друзья мои, Адольф Гитлер. Видимо, одержимость, помимо всего, имеет еще и некие территориально-исторические предпосылки. Ведь Анна Лиза родилась в Германии в 1952 году, всего спустя 7 лет после окончания Второй мировой войны. И, конечно же, на тот момент в Германии свежо было предание об Адольфе Гитлере. Странно. А почему в бедняжку не вселились никто из психопатов-правителей откуда-то из Азии, Африки или Южной Америки? То, что делали там со своими соотечественниками, порой белому человеку и не снилось, чего стоят только 84 тысячи человек, принесенных в жертву ацтеками за 4 дня. Этих демонов не было в Анна Лизе, потому что о них она никогда не слышала. Имена и качества демонов, видимо, как-то зависят от уровня образования и территории, где проживает самодержимый. Ну или бесы у нас расисты? Представляю себе реакцию священника, который начинает ритуал, а тут вдруг такое. То, что я вам сейчас говорю, не так уж и важно. Важно, почему эти вопросы сверхлогическая цепочка не возникла в голове родителей несчастной девочки. Ведь они любили ее и хотели спасти. Несчастный ребенок так страдал. Именно из-за ее страданий и многих других одержимых, реально или нет, в этом выпуске нет Паши и его классных шуток. И он, и я не считаем, что можно шутить в столь серьезной теме. Но он вас любит и передает привет, призывает вас не верить моей иллюминатской морде и говорит, что скоро вернется. Случай с Эмили Роуз, а точнее Анна Лизой Михель, самый знаменитый в истории экзорцизма и один из самых жутких. Вот ее голос в момент ритуала экзорцизма. Разве так способна говорить девушка? Разве это просто болезнь? Наверное, утверждать обратное с моей стороны грех и цинизм. Давайте узнаем, с чего все началось. В 1969 году у ребенка 12 лет появились странные ночные приступы. Анна Лиза не могла шевелиться, чувствовала тяжесть в груди, иногда теряла способность говорить и не могла позвать никого из близких на помощь. Нихера себе мистика. Да это же просто-напросто сонный паралич. Впоследствии девочке был поставлен диагноз височная эпилепсия. Отец Анны Лизы, Йозеф Михель, вырос в верующей семье. Три сестры его матери были монахинями. Она же сама мечтала, чтобы сын продолжил семейную традицию и стал священнослужителем. Анна Лиза посещала мессу два раза в неделю, пела в церковном хоре, как отметила Washington Post. Пока другие дети ее возраста бунтовали против власти, экспериментировали с сексом, она пыталась искупить грехи наркоманов, избившихся с пути истинного священников. Я надеюсь, вы понимаете, что эти суки убили собственного, очень хорошего, чудесного, доверчивого, болеющего эпилепсией ребенка. Конечно, человека будет выкручивать в приступе эпилепсии. Посмотрите на эти фото. Так выглядит религиозное убийство, жертвоприношение в современном мире в 20 веке. Так выглядит дремучее невежество. Когда первый очень религиозный мусульманин вдруг спросит у себя, а почему в мусульманина ни разу не вселился говорящий на латинском языке бес? А христианский священник задастся вопросом, почему ни один из одержимых не говорит на арабском и дух не называет себя джинном? Это будет началом падения лживых религий, как и лживых богов. Один из демонов, который был Ваня Лизе Михель, назвался Иудой, тем самым, что предал Христа. Но ведь совсем недавно вышла Евангелие от Иуды. И там Иуду попросил сам Христос предать его, так как иначе без предательства вся эта история не имеет смысла. Появление апокрифического Евангелия от Иуды датируется 3-4 веком нашей эры. Вполне серьезный срок, как для исторического документа. Но с какого дива тогда Иуда демон, вселившийся в несчастного ребенка? Кто-то, видимо, брешит. Или апокрифическое Евангелие, или демон, или несчастный обманутый ребенок, доведенный незнанием важных вещей и своими религиозными родителями до безумия. У меня есть близкий друг Наташа. И я даже не знал, что она склонна к эпилепсии. После тяжелой аварии редкие, очень-очень редкие приступы после долгого перерыва вернулись. И это лечится. И она неодержимая. Она прекрасная и красивая девушка. Анна Лиза тоже была бы такой, если бы не дегенераты родители. А зеваки в интернете так любят страшные видео, посвященные одержимости. Никак не успокаиваются. Так классно, страшно, мистика, сказка. Ох, попались бы эти демоны кому-то наподобие меня, получили бы люто по жопе. Мой ритуал по изгнанию бесов начинался бы с такого обращения к бесу. Я ложил на тебя хер. Ребенка или человека этого ты не получишь. И начнем мы с психотерапии и самообразования человека, который якобы тебя носит. Одним словом, тебе шушеропит. Никто не становится одержимым бесами, дьяволом или джинами, когда их носитель о них не знает. Основное количество тех, кто пришел к отцу Пафнутию в Печерскую Лавру на сеанс экзорцизма, были весьма пожилые дамы, бабушки в косынках. По какой-то причине, понимая, что в жизни они накосячили, а хочется в рай, они пришли на вычетку, чтобы избавиться от всего плохого, предполагая, что в связи с возрастом скоро надо будет отбывать в рай. И очень не хочется в ад. Они пришли очиститься максимально. И именно так выглядит это ощущение. У них есть образец. Они знают, как это выглядело до них. И у них должна быть такая же реакция на экзорцизм. Когда пациент приходит за лечением к врачу, они оба ожидают одинаковой реакции биологической на лечение. такой же, как была у других пациентов прежде. Неужели вы ждете от религиозной бабули, что она вдруг скажет «Нет, ничего не чувствую». Священник такой «Бога-бога-бога-бога, выходи, проклятые». А она стоит такая «Нет, вообще ничего». Все эти люди пришли туда с конкретной целью. Все мы не без греха и порой проявляя слабость делаем не очень хорошие поступки. Но чтоб все бабки поголовно грешницы и бесноватые, а там, в Печерской лавре, удивительно, вот каждый, кто подошел, сразу начинал вести около отца Пафнутия как одержимый. То есть, это невероятная закономерность. И вот мы пришли к самому главному. Несчастные, христиане, наркоманы, алкаши и прочие особи земной фермы добровольно идут на вычетку, желая избавиться от злого духа. Видимо, главный показатель одержимости это принятое тобой решение, что ты одержимый. Какая ирония! Все эти джинны, вычетки, экзорцизмы пустой, несуществующий бред несчастных религиозных людей, пытающихся найти причину, почему они столь несчастны. Или иногда, почему они такое дерьмо. Так легко и так хочется переложить ответственность за неправильные, принятые тобой решения на духов или тайное мировое правительство, которое стремится тебя уничтожить и срет в парадном. Но это неправда. И когда ты станешь ответственным за свою жизнь, понимая, что ты и есть источник всего счастья и несчастья на земле, вот тогда ты станешь опасен для фермы и ее создателя. Стадо коров, поднявших свой взор в небо, вдруг осознавших, что он оказывается не бог, пройдет через страшную боль, разочарование и отчаяние, нежелание принимать этот факт. Однако потом стадо станет общностью индивидуальности, для которых эмпатия фундамент реальности и жизнедеятельности. Развитие данной общности будет галлопирующим и позитивным. Такая общность способна остановить циклическое самоуничтожение нового посеянного урожая. Хозяин фермы боится лишь этого. Группа ученых в Швейцарии с помощью импульсов, передаваемых по проводкам, преодолев место разрыва, вернула чувствительность парализованному ниже пояса. С одной стороны, и тут же мы имеем сонный паралич, который был принят за одержимость, когда мы говорим об Анна Лизе. И это ужасная история, потому что это прекрасная чудесная девушка. Посмотрите на ее фото. И знаете, убило ее религиозное невежество. Столько времени вы уделяете лжи, которые называете теорией заговора, религия, мистика. Взгляните на это дитя. И эти супертехнологии. Как же он счастлив, впервые катаясь на качеле. А ведь сделать ее особого труда не стоит. Грядут перемены, масштабы которых вы не можете себе представить. Многие мечтают и пророчат конец света и приход Антихриста. Вот вам, не дождетесь. Все это будет предотвращено. Человечество отчаянно нуждается в учении и пророке, который все расставит на свои места и сделает все очевидным. Скоро они оба и учения, и пророк появятся. Ну или скажем так откроются. В этом моем рассказе про экзорцизм меня смущает только одно происшествие случившееся с сыном Иосифа плотника Иисусом. Имя мне легион сказали ему бесы. Учитель не врал и не мог врать. Я это знаю. Так кто же они и как выглядит истинная невыносимая болезненная и опасная одержимость. Здравствуйте. С вами Гриневин Сергей. Я хочу рассказать о контроле страха при психических нарушениях и заодно рассказать о контроле агрессии при психозе. Он бывает при разных психических заболеваниях, а также при шизофрении об этом если вы в комментариях меня попросите вы узнаете в одном из следующих выпусках. Ведь истинная не показная не религиозная не театральная одержимость не та которую человек внушил себе сам существует и она поверьте невероятно страшная. Вы с ней еще не сталкивались. Если ты посмотрел это видео ты и есть настоящее сопротивление лжи и глупости окутавшая этот мир. Да хранит тебя истина и добро мой друг. Это канал Нулевой Пациент. Подписка, лайк обязательно. Поделись этим видео и жми колокольчик. И помните братья и сестры грядут перемены. Мы будем их создателями. До встречи.